Привет, друзья! Я нахожусь в Финляндии и сегодняшние новости именно об этой стране. Сегодня в новостях вы узнаете о том, как мужик, поймав рыбу, поймал штраф 7000 евро. Также вы узнаете, как один хитренький россиянин решил заработать на контрабате сигарет, и на этом он попался и получил срок. Два года. Также вы узнаете о том, что в Финляндии есть очень большое количество свободных рабочих мест. И также будет разговор, а стоит ли ехать в Эстонию из Финляндии для того, чтобы купить дешевых продуктов. Какие дешевые продукты есть в Эстонии и ради чего стоит ехать туда, а ради чего не стоит ехать туда из Финляндии. Ну что, друзья, наши сегодняшние новости будут основаны на реальных событиях с элементами выдумки. Поэтому приготовьтесь поудобнее и мы начинаем! Итак, первая новость. Браконьер выплатит 7000 евро за одну рыбу. Это будет у нас очень интересная новость. Я думаю, что такого вы никогда раньше не слышали. Итак, что же произошло? Ожидается, что судебный прецедент будет способствовать искоренению незаконной ловли, то есть браконьерства, другими словами. Суд впервые приговорил браконьера выплатить государству исключительно крупную сумму за незаконную ловлю находящегося под угрозой исчезновения озерного лосося. Ну, интересно. Уездный суд Северной Карелии приговорил мужчину 1980 года рождения, почти что мой ровесник, его приговорили выплатить компенсацию за пойманную рыбу, признав его виновным в нарушении закона о рыболовстве. Суд оценил редкую рыбу в 7510 евро. Вот такая вот стоимость одной рыбки. Короче, попал парень по полной. Мужчина выловил в местечке Лекса в Северной Карелии озерного лосося длиной 84 сантиметра. Ну, примерно такого, да? Может, больше такого. Ну, такого, короче. Что дальше? Браконьер получил приговор в соответствии с новым законом о рыболовстве, вступившем в силу в начале мая. Раньше, например, за незаконную ловлю озерного лосося практически не наказывали. Ну, вот парень думал, сейчас я выловлю и ничего не будет. Может быть, он даже не знал, что такие законы вообще есть, потому что размер компенсации не был определен. То есть, не было известно, какую именно стоимость надо человеку платить за конкретно выловленную рыбу. А сейчас они определили и вот назначили. Теперь цена одного лосося, сайма, определена. Согласно решению суда, одна рыба обойдется любителям незаконной рыбалки в 7000 евро. Ну, ребята, добро пожаловать в Финляндию. Можно с уверенностью сказать, что это самая дорогая рыба, когда-либо пойманная в Финляндии. То есть, та, которая была поймана 84 сантиметра и она стоила 7510 евро. Нормально. Решение суда стало важным прецедентом. Такая вот новость. Какой вывод можно из этого сделать? Ребята, добро пожаловать в Финляндию. Берите с собой удочки, сети, снасти, которыми можно поймать как можно большую рыбу. Как можно крупнейшую. И сюда. Сюда, как там назывался? В местечко Лекса. В Северную Карелию. Приезжайте, ребята. Ну, вот эта новость для вас. Большие рыбы там водятся. Ребята, надо ловить крупную рыбу. Приезжайте. И платите штрафы. Ну, штрафы. Я доходчиво объяснил, я думаю. Финляндия нуждается в ваших деньгах. Поэтому добро пожаловать. Для крупной рыбы мы всегда открыты для вас. Приглашаем. Welcome to Finland. Ловить рыбу покрупнее. И, может быть, в следующих новостях напишут о вас. Напишут о том, что кто-то поймал три рыбы и заплатил 20 миллионов евро. Так что, ну да, конечно, парня жалко, но с такими вещами шутить нельзя. Финляндия это не та страна, где можно вот так вот просто свободно сделать что-то, и ты не будешь наказан. Вроде бы, по слухам, этот парень выловил рыбу и выложил где-то в социальных сетях фотографии, наверное, с описанием, может быть. Я не знаю, как они могли еще определить, что это выловлено или там, именно там. Вряд ли его прямо за руку поймали, когда он вытаскивал эту рыбу или тащил ее домой. Вот. Ну, парень, в общем, попал на деньги. Ну, еще я вам скажу, что хорошо оделся. Хорошо еще там не посадили его за это. Ладно, друзья, переходим к следующей новости. Я думаю, что следующая новость будет не менее интересная. И следующая новость у нас о том, что россиянин, короче, контрабандист перевозил сигареты в Финляндию и получил два года тюрьмы. Итак, в чем же была суть? В распространении незаконно завезенных в страну сигарет участвовали также финны. Это группа лиц, это банда целая. Ха-ха-ха, банда. Уездный суд Южной Карелии приговорил гражданина России к одному году, восьми месяцам тюрьмы за налоговое преступление и контрабанду. Преступление налоговое было. И получил, срок получил парень. Не знаю, парень, мужик, кто там был. Ха-ха, неважно. Мужчина покупал в России сигареты в блоках и вместе с двумя подельниками в восемнадцатом-девятнадцатом годах перевозили табак, контрабанды в Финляндию. Ну, вы знаете, как это делается. Нет? Не знаете? Ну, почитайте, в интернете это все есть. Приговоренный распространял сигареты в основном в городе Иматра и окрестностях. Контрабандист приезжал и распространял. Вот. И дальше. Кроме того, он передавал сигареты четверым финнам. Финны тоже задействованы. Не обошлось без международной группировки, которые распространяли их дальше. То есть, это была уже налаженная сеть распространения. Практически как... Ну, вы поняли, что... Контрабандисты привезли в Финляндию более трехсот блоков сигарет. Представляете, какая гора, какое количество огромное они привезли. Это налаженный бизнес. Налаженный, ну, теневой бизнес. Черный, грязный бизнес. Они уклонились от уплаты пошлины и налогов в размере 237 тысяч евро. Такая сумма... Такую сумму налоговая система не получила. То есть, государство потеряло на этом деньги. Убытки понесло. И поэтому получил человек 1,8 года тюрьмы. Перевозившего сигареты мужчину приговорили к условному наказанию. Не очень понятно, потому что... Вначале говорится о том, что гражданина России приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы. А здесь дальше говорится. Перевозившего сигареты мужчину приговорили к условному наказанию. Не очень понятна, конечно, новость. Оставим это без комментариев. Но давайте дальше продолжим. Уездный суд приговорил одного из двух подельников россиянина к 12 месяцам лишения свободы. Я так понимаю, ну, там финны были, да? Тот, который перевозил, был. И 4 человека. Его приговорили одного из них к 11 месяцам лишения свободы. Он был также призван виновным к контрабанде и налоговому преступлению. То есть с налоговой... Шутки плохи. Перед судом пристали также четверо финнов, распространивших сигареты в Финляндии. Финны перестали. Я вот не понимаю, как бы, почему тут про 11 месяцев лишения свободы. Ну, неважно. В общем, читаем так, как есть статья. Один финн был приговорен к одному году 5 месяцам условно за налоговое преступление. Второго приговорили за налоговое преступление к 10 месяцам условно. Третий финн был приговорен за хранение привезенного контрабандой товара к 50-суточным штрафам. То есть он хранил где-то это у себя дома или в гараже, я не знаю. И он должен будет выплатить 2050 евро. Вот, 50-суточных штрафов это 2050 евро. Можете сами посчитать, сколько в одних сутках. Один-суточный штраф. Все подсудимые должны выплатить таможни, неуплаченные пошлины и налоги на сумму 237 тысяч евро. Так что, друзья, у кого есть организаторские способности, здесь проводится конкурс таможенной системы Финляндии. Ребята, у кого есть организаторские способности, добро пожаловать. Может быть вы будете частным контрабандистом, может вы будете работать группой, но добро пожаловать в Финляндию. Таможенники Финляндии ждут вас. И, конечно же, призы будут получать таможенники в размере суточных норм и штрафов за неуплаченные налоги Финляндии. Сейчас, в данный момент, я думаю, что какой-то человек или какая-то группа старается побить предыдущий рекорд, который мы слышали в этой новости. И, возможно, уже скоро мы узнаем новых рекордсменов, которые должны будут выплатить Финляндии хорошенькую сумму штрафов за неуплаченные налоги. Может быть вы будете следующим, если вы занимаетесь такими вещами. А теперь мое мнение. Я вообще считаю, что сигареты надо приравнять к употреблению наркотиков и запретить их в продажу. Также я отношусь и к алкоголю, потому что здоровье вы уже не поправите, если вы используете такие вещи. И ваше здоровье с каждым днем ухудшается, когда вы курите и употребляете алкоголь. Это то же самое, что употреблять наркотики. Я считаю это так, друзья. Если вы не согласны, напишите в комментариях, что вы не согласны и почему. А мы переходим сейчас к следующей новости. Очень интересная новость, и она касается тех, кто хочет переехать в Финляндию на основании работы. В Финляндии почти 50 тысяч свободных рабочих мест. Друзья, вы представьте, 50 тысяч. Население Финляндии примерно 5,5 миллионов человек. И у нас есть здесь, здесь и сейчас почти 50 тысяч свободных мест. Где же эти люди, которые должны работать на этих местах? Друзья, я многое знаю, но я не буду об этом говорить. Давайте посмотрим, что же нам говорит эта новость. В Финляндии на данный момент насчитывается 48,5 тысяч открытых вакансий. Две трети из этого числа составляют места, на которые сложно найти работника. В Финляндии просто сложно найти работника. Я понимаю, почему это происходит. Потому что местные не хотят работать за эти копейки. Не хотят. Друзья, они просто не хотят работать за эти копейки. Это мое мнение, если вы не согласны, так же в комментариях. Поэтому у нас есть открытые вакансии. Но почему-то нету этих людей, которые бы хотели здесь работать на этих местах. Не знаю. Как сообщают работодатели, много вакансий, к примеру, в сфере строительства, а также розничной и оптовой торговли. Друзья, я знаю, что очень много строителей в Финляндии работает. Из Эстонии это самое большое количество, наверное, по процентам. Так же из Прибалтики, из других, там Литва, Латвия. Так же из Польши людей много работает на стройке. Не знаю, почему не хватает строителей. Розничная и оптовая торговля. Я понимаю, там надо знать язык. Но я вас уверяю, здесь есть люди, которые очень хорошо знают язык, но они не хотят работать. Они не хотят работать. Поэтому, по информации Центра Стата, сейчас в Финляндии на полторы тысячи больше свободных рабочих мест, чем год назад. Я знаю, что в Финляндии есть безработица. Но на сегодняшний момент больше на полторы тысячи свободных мест, чем было год назад. Это что говорит? Я не знаю, что еще добавить по этому поводу, как сказать вам. Добро пожаловать в Финляндию! Друзья, ищите варианты, чтобы приехать. Я знаю, что вы обязательно найдете. Стоит ли ехать в Таллинн за чаем и морковкой? Некоторые товары значительно дешевле в Хельсинки. Вот так вот, друзья. Дешевле в Хельсинки. И я это знаю. И поэтому я не так часто езжу в Финляндию. Общественный уровень цен в Эстонии постепенно приближается к Финляндии. Однако разница все еще остается внушительной. Что же нам говорит новость? Одноразовые подгузники, витамины кофе, чай, черный шоколад. В погоне за этими товарами не стоит пересекать Финский залив. Это имеется в виду из Финляндии ехать в Эстонию, в Таллинн. Потому что, в особенности подгузники в Финляндии, в Хельсинки, значительно дешевле, чем в Таллине. А именно на целых 30 центов. Ну я не знаю, за какое количество. Или за один подгузник, или за пачку. Непонятно, тут не написано. 30 центов дешевле. Ладно, дальше. Обычная, более утоляющая, тоже в Хельсинки, в аптеках существенно доступнее, чем в Таллиннских. Вот так. Эти данные приводят в сравнительном анализе цен, которые провел Центр статистики Эстонии. В списке сравнивали около 50 товаров и услуг. Вот интересно найти этот список. Между тем, самые ходовые среди финнов товары по-прежнему в Таллине можно купить существенно дешевле. Вы догадываетесь о чем? Если вы не знаете, сейчас я вам расскажу. Здесь все написано. В первую очередь, какие товары финны хотят купить в Эстонии. Они там дешевле стоят, чем здесь. Какие товары? В первую очередь, речь идет об алкогольной продукции. Но есть товары еще сильнее, различающиеся в цене. К примеру, пол-литра Кока-Колы, билет на общественный транспорт или килограмм морковки в Хельсинки евро 38, а в Таллине 54 цента. Так что, вот такие вот новости. Ну, как бы, я не знаю. Я Кока-Колу вообще не потребляю, поэтому у меня как бы нету заманухи для того, чтобы поехать в Таллинн напиться Кока-Колы. Алкоголь, я тоже, я высказал уже свое мнение. Также сигареты в Таллине дешевле. Ну, я не знаю. Как бы тут это спорный вопрос насчет того, что морковка килограмм стоит евро 38. Может быть, они в среднем говорили. Я знаю, что в Лидл я покупаю за евро 0,9 сейчас морковка, вот, килограмм. Поэтому, как бы, ну, цены здесь, в этой статье я вам скажу, что цены не совсем такие точные. Давайте дальше продолжим. Между тем, финские потребители ездят в Эстонию не только за дешевыми товарами, но и за услугами. И вот здесь вот смешной момент есть. Согласно свежему исследованию, в Таллине значительно дешевле вылечить зубы, постричься или проехаться на такси. Всем таксистам привет. Это смешно просто. Поехать в Эстонию, чтобы проехаться на такси. Ребята, ну, смешно, смешно добавлять это в новости. Да, лечить зубы, да. А постричься, это тоже вопрос такой, что не всегда дешевле. Может быть, чуть-чуть дешевле. А бывает, что здесь можно найти дешевле места. И далее. Общий уровень цен в Эстонии постепенно приближается к Финляндии. Однако, разница все еще остается внушительной. По оценке Евростата, уровень эстонских цен составляет 80% от среднеевропейского уровня. У Финляндии этот показатель 122%. Ну, я так понял, что Финляндия выше среднеевропейского уровня по ценам. А Эстония еще не догнала среднеевропейский уровень. Вот. Что еще? Для финнов дешево, для эстонцев очень дорого. Но тут я вам скажу, что вот именно вот эта вот статья, ну, как бы, эта часть статьи, это... В общем, сейчас прокомментирую. Прочитаем и прокомментирую. Дешевые в финском понимании товары и услуги для самих эстонцев зачастую оказываются очень дорогими. То есть, для финнов кажется, что дешево, эстонцам кажется, что очень дорого. Это тоже, ну, как бы, раздуто ни из чего вообще. Потому что в Эстонии сейчас зарплаты значительно выше стали. Аренда жилья стоит все равно дешевле. Если вы посмотрите, сколько в Эстонии машин, то вы тоже поймете, что уровень зарплат в Эстонии, ну, очень хороший. И машину можно приобретать, и там, короче, система по-другому работает. Поэтому тут так, как бы, и так, и так. Если соотношение эстонского уровня цен и эстонской средней зарплаты перевести в финскую реальность, то цена за литр бензина в Финляндии, где средняя зарплата 3400 евро, должна составлять 3 евро 40 центов. Один литр бензина. Это надо, вы поняли, да? За 500 грамм кофе 12 евро финны должны платить. За плитку шоколада 7 евро. А за обычный гостиничный номер 330 евро. Ну, во-первых, средняя зарплата в Финляндии 3400 евро, ну, друзья, ну, это просто ха-ха-ха. Я вам скажу, что если такие зарплаты в Финляндии, то я нахожусь за счетой, за чертой. Я нахожусь за чертой бедности вообще. Я не знаю, вот если вот так тыкнуть пальцем и спросить у человека, какая у тебя зарплата, то я вас уверяю, вы мало людей найдете, у кого такая зарплата 3400 евро. То, что здесь приводится, это статистика, которая вообще никому не нужна. Факт в том, что да, в Эстонии есть дешевые продукты, и если знать, что там дешевле, чем здесь, то, может быть, есть смысл поехать туда, для того, чтобы купить большое количество и сюда привезти. Очень многие финны так и делают. Они покупают, для финнов, кстати, дешевле очень часто стоят, рестелью называется, это круиз. Ты покупаешь билет, едешь в Эстонию и обратно. И оно там цена очень низкая. Бывает, это доходит до 5, до 6 евро за билет туда-обратно. Поэтому как бы 6 евро заплатил, вот люди там алкоголь употребляют, он там дешевле в Эстонии не стоит. Они едут туда, оптом закупают эти сигареты, этот алкоголь и везут сюда. Они выигрывают на этом. Но, так что, друзья, вот такие вот новости на сегодня были. В чем-то они смешные, в чем-то они грустные. Да, жалко, что людей штрафуют, но, с другой стороны, каждый человек, который едет в Финляндию, он должен знать о том, что налоговая система, и здесь очень жестко совсем с этим. Ну, а в конце нашего видео сегодняшнего я хотел бы узнать ваше мнение по поводу этих новостей. Пишите комментарии, что вы думаете. Согласны ли вы с моими мыслями, или у вас есть другое мнение об этом. А на этом все. Спасибо всем за просмотр. Смотрите мое видео о самых дешевых квартирах, которые можно купить в Финляндии. Предыдущее видео. И уже до следующего видео. Все, друзья, пока. Пока.